Привет, друзья! С вами новый выпуск Bubble Обзор. И я, Роман Катков, и мой замечательный друг Евгений Еронин сегодня расскажут вам про фильм по комиксам. Фильм по комиксам очень важный, потому что именно такие фильмы мы здесь и хотим обозревать. Который называется «Новые мутанты». Настоящий долгострой в комикс-индустрии, комикс-киноиндустрии. Очень долгострой. Который ждали много лет и стоили ли эти ожидания того. Ну, собственно, сначала мы обсудим общее отношение к франшизе и фильм без спойлеров. А вот потом держитесь. Как ты вообще относишься к киновселенной? Давай обсудим Люди Икс, Фокс, Дисней, все вот это вот, что произошло. Это уже, получается, целая 20-летняя история. Фильм «Сингер» же вышел когда? В 2000 году? Да, в 2000 году вышел первый фильм Люди Икс Брайана Сингера. И с того момента завертелось. И получается, сейчас в 2020-м выходит последний фильм. «Новые мутанты». Команда вообще неизвестных персонажей для массового зрителя. Понятно, что 80-е существует давно. Их придумал наш замечательный друг, кстати, сценарист Крис Клэрмонт, который к нам приезжал на Бабблфест. Но всегда персонажи новых мутантов были гораздо менее популярны, чем герой Люди Икс. Это была такая чисто комиксная штука. И вообще интересно, как они дошли до большого экрана в итоге. Я так понимаю, что это пошло как-то все одновременно с желанием каких-то новых персонажей постепенно выводить. Как фильмы Люди Икс, сначала Росомаха когда-то начали всяких других. Не вспоминаем. Я не хочу сказать новых мутантов, я хочу сказать других мутантов каких-то добавлять. В Дэдпула начали каких-то мутантов брать. Совершенно обскурных левых из комиксов. Там боеголовка, которая появлялась буквально там у Гранта Моррисона. И у Уидона, да. Совсем чуть-чуть. Вот это как раз, мне кажется, хорошая черта Фокса, которая нам всем запомнится, по которой мы еще будем долго скучать. Вот это желание реально максимально... Напихать. Напихать, да. Это то, что даже в основной серии фильмов Люди Икс, которую делал просто один человек, Брайан Сингер, четыре из, сколько там, семи фильмов, которые Люди Икс, сделал один человек. И даже в своих четырех фильмах он не смог удержать какого-то там хронологии нормальной у него там просто... Ну, только в первых двух. Все говорят, что MCU — это как бы хронология, как бы сделанная правильно, а Фоксовский Иксмен — это хронология вот так переплетенная, запутавшаяся где-то там, витающая вот в облаках. Это если брать подход именно, знаешь, как читателя комиксов, которые читают комиксы, чтобы им обязательно, чтобы там все было понятно из месяца в месяц, чтобы знать, где продолжается история, чтобы было за ней удобно следить. Но можно еще смотреть на эти фильмы, наверное, больше с художественной точки зрения. Ну вот да, хочется смотреть это как отдельное произведение. Мне кажется, в этом плане Фоксовская вселенная интереснее, чем Marvel Cinematic Universe, потому что, ну, это большой MCU, Файги — это все большой сериал, который продолжается, развивается, всем интересно, все одни и те же персонажи перетекают, все смешные, угроза побеждают, все весело. А в Фоксовских Иксменах как-то всегда все-таки присутствовала вот эта вот социальная штука, даже в самых нелепых инкарнациях вот этой франшизы, всегда присутствовала какая-то социальная штука, которая делала их все-таки интересными, по-своему интересными. Бесчисленное количество фильмов про Росомаху, но, тем не менее, хорошо. И жалко, на самом деле, что Фоксовская киновселенная так загнулась, потому что мне кажется, что Иксы не нужны MCU. То есть там достаточно много персонажей своих, достаточно много вообще героев, злодеев, линий, которых еще можно раскрыть, и они раскроют еще обязательно. Что добавление еще Иксменов туда, конечно, мне кажется, будет не очень. Но это доказано даже на самих комиксах, то, что новая эпоха Иксменов, процветания у Джонатана Хикмана, она работает прежде всего за счет того, что он просто их увел вообще просто целиком от вселенной Марвел, их на свой собственный остров в Кракуа отправил, они вообще ни с кем, практически никак ни с кем не пересекаются. Так это же классно, это так и надо. Так и надо, пусть Люди Икс будут отдельно в своем, да, мире, потому что им не нужны пересечения. Самые лучшие истории, как бы, про Люди Икс, они не связаны там с Мстителями или с кем-то, с какими-то другими героями. Мне кажется, что в этом была классика. Ну и я, конечно, все еще очень люблю там первый фильм Брайана Сингера, Люди Икс первый, потому что он в какой-то момент просто изменил мое представление о том, как кино делать. Еще задолго до Нолана, все говорят, что Нолан же переизобрел во мрачности реалистичность, да, все это. Но мне кажется, что это все-таки был первый фильм, на котором как раз продюсером работал Кевин Файги, который подходил ко всем актерам и говорил, тсс, в комиксах было не так. Но ему все на тот момент говорили, уйди, Кевин Файги, потом будешь строить свою киновселенную, вот тогда и тебя и будут слушать. А Сингер, наоборот, запрещал всем читать комиксы перед съемками. Да, 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 да. Ну, собственно, зато продюсер первых «Х-менов» это Лорен Шулер Донор, да, супруга Ричарда Донора. Она провела в итоге практически все фильмы, вот все фильмы франшизы Люди Икс прошли под ее эгидой, руководством. Вот, ну давай про новых мутантов. Что-то мы увлеклись. Фильм долго шел, такой реально долгострой. Когда его в первый раз объявили-то вообще? Ну, учитывая, что он, по-моему, изначально должен был выйти в 18-м, видимо, объявили-то его чуть ли не в 15-м, в 16-м. Я понимаю, что он в 15-м начал разработку. И шел он в итоге сейчас 2020-й, то есть, ну, реально, пять лет полноценных. Никому они не были нужны, они не были, никто не хотел, они ни у кого не были в приоритете, потому что, ладно, там закончить, там, не знаю, Феникса темного выпасти, потому что, ну, это фильм, который, как бы часть франшизы, которая, видимо, планируется как финальная, как бы ее надо выпустить. А это фильм, который, он супернизкобюджетный, какие-то новые герои, которые никому неизвестны, типа, эксперимент. Ну, сняли и сняли. Мне еще кажется, что это во многом было связано с провалом апокалипсиса, потому что после 14-го года, когда был Days of Future Past, когда будущее оказалось интересным, вдохновляющим, и после Мэтью Вона актеры, наконец-то, там, заиграли активно и сделали, поняли, как и каких персонажей им подавать дальше. Потом были все надежды на апокалипсис, как мне кажется, который, как бы, ну, очень сильно сдулся, и по многочисленным, там, причинам, на самом деле, я его пересматривал, и фильм, да, действительно, очень плохо смотрится. Реально просто феноменально плохо. Мне кажется, что это еще от того, что они хотели, вот, именно апокалипсис, снять по лекалам Marvel Studios, чтобы как-то повторить уже то, что у них успешно получалось. Да, но, ну, это же ошибка. Ну, то есть, так я их не снимаю. То есть, Синьер так не снимает, и, думаю, другие. То есть, фишка Люди Х всегда была не в том, что они не такие, как МСЮ. Как раз те, кто хотели поставить их на рельсы, они ошибались. В этом всегда была их интересность, какие-то безумные свои ходы, фильм про Японию, там, не знаю, много Хью Джейкмана, конечно, потому что без него вообще, в принципе, эта франшиза, наверное, бы так долго не жила. Хотя он вообще по ошибке попал, да, на первый фильм случайно. Вот. Но, да, в итоге подошла к концу сага, и я так понимаю, что официально для студии она закончилась все-таки Темным Фениксом. И, ты знаешь, я думал про Темный Феникс, фильм недавно, я понял, что я не помню ни одной сцены из этого фильма. То есть, в принципе, он для меня как пятно просто. Вот с этого момента уже такая ухабистая дорога пошла, в которой франшиза скатилась, на мой взгляд. Для многих. Нет, для меня она начала скатываться именно с Апокалипсиса. То есть, Days of Future Past был великий фильм. Ну, абсолютно крутой, классный. Вот у тебя парень на футболке подтверждает. Да, Magneto was right. Да. И мне кажется, именно с пришествием такого Киндберга, как человек, продюсирующего все это, все пошло к чертовой матери просто совсем. Просто в каждом человеке живут два медведя. Сингер и Киндберг. Один проблематичный, но талантливый. А второй профессионал, но бездарь. И какого медведя ты будешь кормить? Какого медведя, да-да-да. Вот, ну давай про новых мутантов. Все-таки это персонажи, даже в комиксах, ну, не первой, как бы, наверное, известности категории, такая третья волна. То есть, была первая волна Людей Икс, которые Стэн Ли и Кирби. Была вторая волна Людей Икс, которые уже там Росомаха, Колосс, Шдорм, это Лен Уэйн и так далее. Все остальные. Что в итоге, в итоге, новые мутанты из себя представляют? Ну, это, наверное, это желание как-то вносить какую-то свежесть постепенно. Получается, что у нас была в 60-х основная команда, потом в 70-х, да? Вот это Giant Size, X-Men, в котором ввели уже вот эту международную команду. И в 80-х еще один новый состав. То есть, это постепенно... Это практически здесь, это каждый период эволюции происходит скачок, резкий скачок вперед. Они каждое десятилетие пытались сделать новых персонажей. Ну, собственно, да, и сценарист Крис Клэрмонт, и художник Боб МакЛеотт создали новую команду персонажей, новые мутанты. Это, соответственно, Sunspot. Да. Это Cannonball, Magma, которой не было в кино. Да, это Mirage, Дани Мунстар. Ага. И кого-то я еще забыл. Wolfsbane в фильме есть? Wolfsbane, Rain, да. И уже потом там Magic, Ильяна, которая к ним присоединилась. Вообще, давай про Джошу Буна поговорим. Человек, который срежиссировал, который проект тянул, который все вот это вообще замутил, и так долго с этим мучился, на самом деле. Я посмотрел Джош Буна, он у меня представлялся в голове таким Джошем Трэнком, знаешь, который молодой, горячий, безумно талантливый. Он снял этот фильм «Виноваты звезды» там подростковый, да. И мне сказалось, что такой, ну, типа, молодой какой-то там девятнадцатилетний парень, который такой запичал хоррор-историю. Я посмотрел ему 41 год. То есть, как бы, пять лет провел в этом всем. Вместе с новыми мутантами. Ну, короче, понятно, что Fox в какой-то момент сделали ставку на таких молодых ребят, надеясь на искусное продюсирование Кинберга, но, блин, ноу, как бы, не пошло. Ни четверка, ни мутанты, которые изначально, как я понимаю, питчились, как хоррор именно фильм, чтобы представить новых молодых персонажей, и что в итоге получилось. Новые мутанты, мне кажется, в любом случае лучше справляются с задачей представить персонажей, чем фантастическая четверка. Ну, а вот сейчас будет та самая спойлерная часть, поэтому, если вы еще не посмотрели новые мутанты, посмотрите. Посмотрите кино, и потом уже возвращайтесь и слушайте дальше. Надевайте маску как супергерой, и идите смотреть кино. У меня там просто простой вопрос, как тебе фильм? Вот Джеймс МакАвой с нами сегодня, он как бы символизирует профессора Икс, и на самом деле это фигурка персонажа Бист, зверь, тоже с людьми их связано. А еще это персонаж из фильма Сплит, в котором Анне Тейлор-Джой снялась, поэтому все, у нас сегодня все сложилось, все с нами. Вот и этот фильм, получается, он для двух групп. Для фанатов новых мутантов и для ценителей таланта народной артистки Анны Тейлор-Джой, которые хотят смотреть ее роли. Любовь. Да, я бы сказал, что самая яркая актерская работа у нее, но самая точная и интересная именно профессиональная точка зрения у Мэйси Уильямс, то есть там есть две хорошие актрисы в этом фильме. И фильм ты смотришь как бы ради одних вещей, но тебя цепляют другие. То есть ты хочешь, чтобы он тебе нравился, ради того, как они рассказали историю, как они подали персонажей, но уходишь ты с тем, что тебе вот это все не понравилось, а понравилось то, как какие-то актеры подошли к созданию образов. Персонажи цепанули больше тебе, чем история. Да, причем даже не то, как они показаны сценарно и режиссерски, а именно то, что удалось актерам выжать из этих образов, потому что это полтора часа фильма, в которой очень много сетапится, очень медленно все движется, и потом очень быстро все закрывается. Я не знаю, сколько он должен был идти, может быть, он должен был идти два часа, и там что-то вырезали. Если сравнить с той же самой четверкой Транков, в которой ты прямо чувствуешь, что что-то там вырезано, и мы быстро там, сколько там, идет очень медленно, движется сюжет, где-то час-десять, потом внезапно, хоп, год спустя, уже сразу финальная битва с Доктором Думом, то есть ты чувствуешь, что только что спасенный после пожара, я не знаю, что ли, бобина с этим фильмом, который просто сшили, и ты ее смотришь. А здесь это выглядит цельно. То есть ты не видишь моментов, где что-то утеряно. Ты просто чувствуешь их уже по окончании фильма. Ты чувствуешь, что тебе чего-то недодали. Смотри, я с тобой максимально здесь не согласен, поэтому сейчас будем драться. Мне кажется, что фильм, во-первых, очень живой, то есть это тот случай, когда ты от фильма нифига не ожидаешь, вообще ничего. И он при этом окей, класс. Мне понравилось, во-первых, мне понравилось, что всех персонажей развили, всех показали, нет никого, кто там оставался бы на бэкграунде нераскрытый, потому что у Фокса это частая проблема. Короче, не все напихивали героев и забивали на них. Здесь то, что это в закрытой локации, подростки, оно очень хорошо работает на раскрытии всех персонажей. Раскрыли вообще всех. Понятно, что Аня Тейлор-Джой это великая актриса, это звезда, это любовь просто абсолютная, знакомая моя. И это, конечно, великолепно. И вообще, я, кстати, очень рад, что русских персонажей так показывают в кино. Вот именно так. Потому что, ты заметил, как классно показывают, что русские всегда БДС персонажи, просто максимально просто супер такие крутые. Да. Я уже не помню, на самом деле, когда был вот этот штамп глупого русского, там, не знаю, как в Amazing Spider-Man 2, что последний раз был смешной My Name is Alex Sicevich. Как бы, и все. С тех пор, как бы, русские персонажи, они все супер крутые. Они реально крутые. Самые мощные, самые, как бы, трагичные. Русская душа. Отлично. Это классно, что Америка к этому тянется. И Аня Тейлор-Джой, конечно, восхитительно. И мне кажется, в какой-то момент, на самом деле, был кат, в котором ее было меньше, но потом продюсеры сказали, добавьте ее просто больше, у нее куча сольных сцен, добавьте еще, 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 еще. У меня пришла такая мысль, интересная просмория, я сразу ее вкинул, потому что она самая разжигающая, потому что я не люблю Мэти Вона. Мне кажется, вот такой должен был быть фильм Люди Х 1 класс. Вот так, внезапно. Вот сейчас, подожди. Вот такой, с таким представлением новых героев, или даже известных героев, с вот таким плавным введением, раскрытием, не просто накидать и устроить там вот эту подростковую вечеринку, где все тупят и проявляют свои суперсилы, как бы, вот как там было, и это просто совершенно было настолько ненавязчиво, что ты ничего и не чувствуешь, было в итоге к этим персонажам. А здесь ты с каждым знакомишься потихонечку, с кем-то чуть хуже, потом ты узнаешь его лучше, например, с этим Роберто, да, с Санспотом. Ты его узнаешь, там уже ближе к середине фильма, даже там чуть ли не в конце. При этом там тебе сразу рассказывают про Кэнонбола, который из Stranger Things парняга замечательный. Вот. Сразу рассказывают про Мэджик, сразу рассказывают про Вольфс Бэйн. И этот набор слов, дорогие, уважаемые зрители, это имена героев фильма на английском из серии Новые Мутанты, и то, что вы их не знаете, это нормально. Потому что, но на самом деле, комиксы про них очень хорошие, честно. Особенно комиксы Криса Клэрмонда. Но в фильме вам все равно этих имен не назовут, кроме Мэджик. И то, наверное, я не знаю, как Дубльже, кстати, я смотрел, в оригинале ходил с... Там так просто, типа, это магия, а я что, не магия? Ну да. Он мне говорит, что ты идешь на этого медведя, я не знаю, можем мы спойлить фильм или нет. Там она практически как Роза Робот, знаешь, что там, это магия? А я что, не магия, что ли? Вот так вот она идет с мечом. Короче, да, отсылочки к Лапенко, ладно. Но чувствуется, что именно вот этот фактор звездности, как в рестлинге это называется It Factor, то, что кто-то вышел, сказал пару слов и сразу понятно, что просто все сто тысяч человек, они на него смотрят, оторваться нельзя, как какой-нибудь Дуэй Джонсон. Также это работает у Ани Тейлор Джой. Поэтому заметно, что действительно на какие-то отсылки для фанатов Ильяны на это сделан очень большой акцент. То есть там и дракончика ей сделали. Локхид, да. Это вообще находка фильма. Это хорошая находка. Да, в фильме есть дракон. Дракон Локхид это классический персонаж Люди Икс, пурпурный дракон летающий, который до этого с Китти Прайд путешествовал, но у него также есть такая связь с Ульяной, которая в фильме ходит как с куклой, с маленьким дракончиком, она с ним разговаривает, она за него отвечает, и спойлер к кульминационной сцене фильма обращается в настоящего дракона. Ребята, все это комиксы, за что мы их любим на самом деле. Вот это вот великий момент просто. Также делают отсылочку к ее рогам в комиксе, сделав ей такие рожки из волос, рожки из волос. Ну там вообще много, все хорошо. Мне на самом деле и понравилось, что вот эта вот броня у нее выстраивалась. Здесь я увидел какую-то отсылочку к Колоссу, хотя, наверное, фанат комиксов меня поправит, что скорее всего это в комиксах не так было, там у нее своя броня и сольсорт и лимбы и все такое. Короче, вот мы начали терминологии сыпать, ничего страшного. Но в фильме это все дается. За дроги, что вы хотели. Да, в фильме это так довольно в проброс дается. То есть, ну вот она придумала себе этот мир, лимб. Окей. Короче, на самом деле история строится вокруг каста. Историй как таковой там на самом деле очень мало. Там есть глюки и там есть, понятно, что они все в закрытом помещении какая-то таинственная корпорация всем этим управляет. Все же держится на персонажных моментах исключительно. На Дани Монстар. Как тебе Дани Монстар? Главная героиня на самом деле. Да. И она никакая самая из всех. Может быть, так и задумывалась на самом деле. Ну, по сути, да, потому что она должна быть как-то, это слово, суррогат для зрителя. То есть, мы через нее со всеми знакомимся. И это вот еще один из моментов, который в фильме меня цепанул. Я не знаю, насколько это правомерная вообще придирка, но она просто заставляет задуматься во время просмотра даже. Вот сколько-то они времени там уже в этой больнице достаточно долго сидят. Достаточно долго сидят. Тут она появляется. И только тогда они начинают делиться друг с другом своими историями, своими оригинами. Начинают про это интересоваться. То есть, до этого они все сидели, в принципе, не общались. А тут эта новая девушка появилась, и сразу все начали другу что-то рассказывать. Я, на самом деле, там особо этого не считал. Мне кажется, там вот этот чувак все время скрывал то, что он взжег кого-то. А все остальные про них, в принципе, все друг друга знали. И так. Ну, это только если я как бы не увидел в этом большую проблему. Вот он понимает, что это надо для зрителя. Ну, да, технически это нужно. Понятно, что она всколыхнула все, потому что она принесла туда страхи, и, соответственно, из-за этого они выбрались. На самом деле, можно описать сюжет одним предложением. Типа, девочка попадает в лечебницу для мутантов, всколыхнула там все своими суперспособностями, благодаря ней все вышли. должно было быть больше хоррора. Я так понимаю, что в какой-то момент может быть из диснеевской подачи, кто знает, потому что Дисней и хоррор это малосовместимые вещи. Уже начали там кромсать, как-то резать. Остались какие-то элементы, но они не такие пугающие. Тоже большая проблема. Он вообще совершенно невыигрышно смотрится на фоне того, что до этого уже целых две части фильма оно вышло с очень похожей концепцией. Я уже не говорю про то, что ты вспоминаешь в первую очередь фильм Кошмар на улице Эзов 3 Dream Warriors. Да, Dream Warriors. Где вообще стопроцентно локации и сюжет такие же. А, вот почему мне понравилось. Я обожаю Dream Warriors. Третий Кошмар на улице Великий Фильм. Девушка приходит в больничку вместе со всеми лечиться и тут начинается просто одище и их страхи вылезают. Офигенно, все, я понял. Вот, блин, это просто ремейк Dream Warriors. Отлично. Мне очень нравится. Офигенный фильм. Да. Я согласен, да, то, что сила фильма именно в персонажах мне вот именно не хватило этого раскрытия. Вот слабость она в хорроре, да, который вообще не докрутили. Сила в персонажах, но мне не хватило этого раскрытия, потому что как же получается. У всех есть какие-то персонажные арки, у всех есть эти страхи. Да. Но в конце победить злодея получается только за счет того, что именно Дани Монстар справляется со своим страхом. То есть, как бы, все остальные, но они, как бы, свои обилки поюзали и все. А мне кажется, если я вот плохо помню, но мне кажется, в оригинале так же. То есть, в комиксе. Там, по-моему, в четыре. Изначально фильм основан на комиксе The Demon Bearer, вот эта сага, трилогия, три номера новой мутанты. Это Крис Клэрмонт и Билл Сенкевич. И там уже в первом, по-моему, выпуске Дани Монстар выходит на битву одна против медведя и чуть, ну, типа, погибает. То есть, ее там просто в кому, в реанимацию, в потере крови и все остальные два выпуска защищают ее от вот этих вот всех наваждений, галлюцинации и медведя. Я сейчас, может быть, что-то наберу. На самом деле, вот как бы, сейчас, подождите, мы сделаем минутку продажного поставки. Фильм про огромного гребанного демонического медведя. Это не подростковая драма, все, там огромный гребаный демонический медведь. Все, идите смотреть кино, потому что там медведь, огромный медведь. Россия вперед. Все. И волчара. И волк есть. Все. Это как будто в России фильм снят. Аня Тейлор-Джой, считай, Аня русский человек. Да, ну ладно. У нее, кстати, очень хороший такой очень ненавязчивый акцент в оригинале. То есть, она не говорит, знаешь, эти твердую R, как многие говорят, что типа hello, comrade. Она говорит вот интонации того, кто хочет делать русский акцент, но проговаривает слова довольно без акцента. Единственное, что ее, ну, прям очень бичи делают в самом начале. Мне кажется, прям через чур с этим перебарщивают. Но потом, как бы, ты понимаешь, что это все защитная реакция. Это все. Ну, как бы, персонаж для меня раскрыт. На самом деле, раскрыты все персонажи, как я уже говорю. И Мэйси Уильямс, вот, кстати, про нее хочется поговорить, потому что прикольно. Одна сестреночка Старк снялась в плохом фильме про апокалипсис и про Темного Феникса. Хотя, как бы, ключевую роль там сыграла. А здесь, как бы, вторая сестреночка Старк играет роль достаточно симпатичную, на самом деле. Весьма. Мне понравилась и драма ее с религией. Мне понравилась и, ну, телекантропия идеально все раскрыто. И, конечно, ну, линия ЛГБТ, ну, как бы, линия то, что ей нравится Данин, да, и нравится ей. Там все очень, это очень органично. То есть, я такой не сел, думаю, вот, типа, зачем это все навязано? Нет, все раскрыто, все хорошо, все красиво. Конечно, в ее случае они превратили подтекст просто в жирный текст, то, что там, ну, знаете, мутация, это, с одной стороны, это метафора на меньшинство притесняемое, с другой стороны, это метафора на, конкретно в этом случае, это на тоже пубертатный период, когда появляются у подростков собеспособности. В ее случае это все просто как бы максимально прямолинейно показано. На самом деле, если люди посмотрят этот фильм, потому что, мне кажется, все пошли на довод, а как бы не пошли на новых мутантов, я наоборот, короче, нафиг Нолана. Да. Типа, надо разгрузить мозг, не смотреть Нолана, вот это обратное время не ходить, а ходить на новых мутантов, потому что, ну, на самом деле, он достаточно прикольный. Хоть камерный, малобюджетный, и экшен там, конечно, под конец, вы будете видеть много темных пятен, и понятно, что у любого там сериала на Netflix сейчас гораздо больше бюджета на экшен, как мне кажется, но, тем не менее, блин, все хорошо. На самом деле, можно было отличный сериал сделать про этих всех ребят. Мне кажется, только чуть-чуть поскребли поверхность и не дощупали, не дощупали, что можно было еще про эти персонажи. Потому что, я понимаю, задумывалась трилогия, задумывалась там и Варлок, и все остальные. Ладно, давай про медведя поговорим. В фильме я напоминаю про огромного гребанного демонического медведя. Это очень круто. Медведи. Любите медведей. Да. А что говорить про медведя? Он компьютерный большой. Он компьютерный большой. Его в фильме там буквально минута в общего хрона, чтобы тебя это не беспокоило, что он компьютерный. Большую часть времени занимают злодеи. Смайлмены. Смайлмены, да. На которых, наверное, такая легкая, не то что отсылочка, а предпосылка, то что там, вот, они смотрят телек, и там идет сериал Баффи, и там тоже какие-то похожие такие монстры, вампиры, с которыми она сражается. Это одновременно, не знаю, специально это сделано или нет, но это скорее, наверное, сделано для того, чтобы отразить вообще, в каком году происходит действие. То, что типа, это начало 90-х. По технологиям это тоже как бы никак не может быть в наше время. Ну, понятно, это одновременно с Темным Фениксом где-то должно происходить, на самом деле. А, ну, кстати, да. Я забыл про их вот этот вот таймлайн, который они сами не поняли. Ну, они каждый фильм делали 60-й, первый класс, 70-й, не минусшего будущего, 80-й, Апокалипсис, 90-й и Феникс. И вот этот фильм получается. Мне на самом деле кажется, я смело скажу, что Людям Икс надо в своих фильмах не привязываться к таймлайнам. Мне кажется, у них не получается просто. И надо делать просто хорошие истории. Это то, что вот сейчас, к чему, надеюсь, придет DC, что типа забить на все вселенные, на все каноничные версии, делать просто хорошее кино. И мне кажется, что такое же вполне можно было бы сделать со всеми персонажами Людей Икс. То есть, смотри, для меня что получилось? Из малоизвестных, из комиксов, персонажей, только для фанатов, сумели создать личности. То есть, на самом деле, это такой вариант, когда, блин, смотрите, какие у нас есть хорошие герои, мы хотим про них рассказать истории. То же самое, что с комиксами. Как бы, вот у нас есть крутая команда Люди Икс, и вот у нас есть такие герои, и давайте про них расскажем тоже историю. Мне понравилось, во-первых, что это эксперимент, ну, то есть, абсолютный эксперимент. Весь фильм это совершенно не супергерои, никаких костюмов, ничего. Все очень даже приземленно, несмотря на огромного гребаного демонического медведя. Все это в страхе. Мне кажется, на самом деле, да, что он реально потерял немножко с даты выхода. То, что выйдя он, возможно, между первой и второй частью «Оно», он реально бы нашел тогда аудиторию, в которой понравился первый фильм, который ждет второй фильм. Они такие, ну, пойдем на мутантов, посмотрим, что там еще такого. На волне хайпа, да. Да, это вполне могло сработать. А сейчас получается, что практически проходит вся эта мода на фильмы про подростков с ностальгией по 80-м, которые, как бы, ну, все, что осталось только. Очень странные дела продолжать снимать, и все. Больше никого, как бы, это уже не интересует. И оно уже тоже, как бы, с той же самой ностальгией, но именно с хоррором. Тоже уже прошел, как бы. Ну, что я могу сказать? Часто все говорят вопросы про канон, и мне кажется, что здесь было абсолютно можно все сделать с чистого листа, как когда-то просто с чистого листа Брайан Сингер взял и познакомил нас с людьми Икс, которые при этом существовали в комиксах много лет, и все равно он взял и с чистого листа ввел этих персонажей, которых полюбили, дал им свои черты и свои прикольные вещи, и шутки про желтый спандекс, который в комиксах, а у нас все будет посерьезки. Вот мне новые мутанты реально напомнили первых людей Икс. Вот это кто, я говорю, это то, чем, на мой взгляд, было бы круто сделать первый класс, и то, тот вайб от первых людей Икс поймался вот у меня. Мрачность, низкий бюджет, персонажи в первую очередь, раскрываются, линия социальная, закрытая, и опять же, проблемы в обществе. Ну, то есть, вот это все, мне кажется, поймалось, и поэтому фильм «Новые мутанты», на мой взгляд, такой достойный наследник Сингера. Именно. Ни Кинберга, ни Ратнера, ни всех остальных людей, именно вот Сингеровских, первых линий, он достоин. И именно взять персонажей, которым ты не настолько эмоционально привязан, и попытаться привязать, вот это сработало. Вот для меня так, поэтому «Новым мутантам», мне кажется, вообще отлично было. Ну, я им, скорее, поставлю где-то вот так, но... Нет, вот так. Есть какие-то факторы, которые вообще вне их силы, не самого фильма, как явление самого режиссера. То есть, если бы фильм вышел тогда, когда он был изначально заявлен, не было бы никакой пандемии, не было бы проблем с продажей Фокса и Дисней, он просто вышел бы в фильм. И он бы, наверное, собрал бы достаточный денег, чтобы заслужить сиквел. Может быть. Даже при претензиях к критикам. Или рынок перенасыщен и тоже не собрал бы. Тут непонятно. Ну, а тут можно, да, гипотетически строить теорию, да. Но даже сами условия вокруг фильма, ситуация, она максимально негативная. То есть, даже если бы был отличный фильм, возможно, она бы все равно против него сыграла. Может быть, может быть. Но это всегда вот это последствия девелопмент-лимбо. Оно такое. Но, тем не менее, Аня Тейлор-Джой посмотри. В общем, таким образом мы предпочли новые мутанты фильму «Довод» и обсуждаем кино по комиксам. Все еще в 2020 году можно так делать. И я могу сказать, что ну не зря, как минимум не зря сходить в кино, посмотреть на харизматично классных героев, героинь и остаться, на мой взгляд, вполне удовлетворенным. Тем, что увидел. Тем более, это полтора часа экранного времени. Герои тащат. Это очень круто. Это очень важно. Если вам понравился наш обзор, то, конечно же, подписывайтесь на канал. Пишите много комментариев про то, как все было хорошо или не очень. Надеемся, что в будущем мы вернемся с обзорами новых каких-нибудь классных фильмов. Вы пишите, на какие еще фильмы нам стоит сделать обзор по комиксам, может быть, не по комиксам. Какие-нибудь вообще другие классные проекты. Главное, чтобы они были связаны с поп-культурой и вашими и нашими увлечениями. С вами были Роман Катков, Евгений Еронин. Это Бабл Обзор. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова